Вот уже 10 лет этот двор как живой зеленый экспонат под открытым небом. Ранее склон был заброшенным, но Арусяк-Исраиля взяла над ним шефство. Буквально все своими руками очистила от мусора и высадила разнообразные южные экзотические растения. Вот наверху у меня экзотическое дерево, яблоня. Оно когда цветет, красное-красное. Все думают о лыча красная. А там ягоды, как черешни, роздями. На одном участке можно увидеть и пальму, и сирень, и рис, и клубнику. Такое соседство растениям не помеха. Их здесь около 300 видов, одних рост только 25 разновидностей. А жильцы только удивляются, как у любителей садоводов все так красиво и ладно получается. Я очень хотела бы, чтобы у нас все наши дворы были такие же замечательные и красивые, как этот дворик. Выходишь и просто сердце радуется. Все клумбы украшены малыми архитектурными формами. Необычным мини-водопадом, который сделан из грунтовых вод с кворечниками. Кустарники тоже приобретают форму. Например, три свечи, квадрат или лебедь. Все благодаря фигурной обрезке. А у любителей декоративных посадок, порядка и уюта во дворе, много и помощников, и дел, как у любой хозяйки. Достроить беседку для отдыха, сделать даже пруд с рыбками. А самое главное, что ждет местные детвора, это огромный глобус. Я пообщалась с детьми, многие не знают, что такое материки. А мне это... мы собрали пробки из пластиковых бутылок. И вот будем лепить земной шар. Вот на это... он не просто шар, он еще светит, светильник. Вот такой арт-объект, допустим, появился у нас. В планах у активистов седьмого дома по переулку Дагомыске еще и обустроить спортивную площадку для ребят. Место есть, депутаты пообещали выделить средства. А сейчас всем двором они готовятся ко Дню Победы. Обязательно будет солдатская каша и концерт. Вот и стенд подготовили. Фотографии, стихи, рассказы о своих родственниках, погибших в Великую Отечественную. Арусяк и Сраилян расскажут и про своего деда Рубена Саряна, могилу которого нашли только через 35 лет после окончания войны в Горячем Ключе. Там же его именем названа и Городская улица.